Всем здравствуйте! У нас сегодня традиционная лекция по парадигмам программирования в рамках кафедрального курса кафедрологитмических языков. Она чуть ли не последняя, по крайней мере, в формате большой лекции, кажется. И поэтому, может быть, чуть-чуть стоит посвятить время разговору о том, чего у нас в этом курсе не будет больше. Ну и вообще не будет. Дело в том, что парадигма программирования, как мы говорили на самой первой лекции, с самого начала. И эта штука, в общем, обзареление нечеткое, и, по сути, это такой способ думать. То есть некая совокупность практик программирования особенная, специфическая, и поддерживающая эти практики теории. Поэтому фактически под понятие парадигм может подойти вообще что угодно. Соответственно, ну, понятное дело, что раз в парадигме можно назвать что угодно, то тем бесконечно. Вот. Чего у нас не будет? Не будет у нас разговора про огромную область программирования, которая называется Domain Specific Language, потому что она действительно огромная. Понятное дело, что это такой способ думать в определенной предметной области. И часто этот способ накладывает довольно сильный отпечаток на то, как мы программируем и в каких термах мы это используем. Однако не стоит считать, что это такая, ну, что ли, очень сильное склонение к какой-то определенной практике или к каким-то определенным инструментариям предметной области, потому что есть, например, такая большая когорта языков программированных, в том числе, которая называется языки-исклейки или шеллы. И об этом у нас в прошлом году разговора было, об этом не будет. Вот. Суть в том, что наш доменно-специфический язык на самом деле не очень сильно специфический, как таковой. Идея именно в том языков склейки, что они подстраиваются под домен. То есть у вас уже есть некоторое поле объектов и операций над ними довольно большое. Но, грубо говоря, заранее заданное, как-то спроектированное авторами этого самого предметного пространства, вот. А вам нужно обмазать преобразование этих объектов, выраженное в, значит, операциях над ними, каким-то нормальным алгоритмическим языком, чтобы можно было записывать алгоритмы, преобразующие объекты. Вот. Это довольно большой пласт, который мы опускаем, разговаривать про него не будем. Впрочем, про скриптинг. Вот. Можно, наверное, если кому-то очень хочется, запилить отдельный маленький курсик, но не сейчас. Вот. Еще одна вещь, которая была в прошлом году и которой мы не успеем поговорить сегодня, это контекстно обусловленный, контекстно обусловленная организация программы и, соответственно, ее проектирование. Тоже совершенно определенно такой новый способ думать. Вот. Хотя мы с ним примерно знакомы по языкам, типа того же Рефала, вот. Или там, не знаю, Хаскеля, хотя Хаскель все-таки немножко про другое. Вот. Когда у нас есть, грубо говоря, на самом деле, два языка. Язык спецификации контекста, который определяет, какие именно из данных, поступающие нам на вход, подлежат, в данный момент обрабатываются. То есть, что именно мы обрабатываем. А внутри этого определения, что именно мы обрабатываем, какой-нибудь язык программирования. Я вот знаю некоторое, там довольно большое семейство языков, вполне себе императивных. Вот. Хотя совершенно не обязательно. Да, тот же простейший поток текстовый редактор Сет в Unix системах, он, по сути, скорее такой... Ну что там, там операция подстановки же в основном. Да, он сильно напоминает нам какой-нибудь нормальный алгарифм Маркова, что ли. Ну, в общем, ну, то есть, что из него сделать их можно, это точно. В общем, идея ограничить контекст применения конкретного блока кода с тем, чтобы на другом контексте применялся другой, идея богатая, наследников у него много. Но, опять-таки, упихать, как в прошлом году, все в одну лекцию, мне показалось менее интересным, чем то, чем то, чем мы собираемся заниматься сейчас. Вот. Я абсолютно уверен, что существует еще 100-500 различных сущностей, которые можно назвать парадигмами программирования. Ну, видимо, нам уже не до них. Да. Надо понимать, и это главное, пожалуй, сегодня это будет достаточно хорошо очевидно, что парадигма программирования под класс задач, а не наоборот, да, не существует какой-то идеальный парадигма программирования, внутри которой у нас все становится на свои места и программирование начинает быть правильным. Так не бывает. Вот. Бывает, скорее, наоборот, что человек выбирает инструментарий слегка неподходящих задач. Понятное дело, что задач на свете очень много, и выбрать инструментарий идеально подходящих задач нельзя. И потом борется с тем, какие практики программирования предусмотрены в той парадигме, которую он выбрал, и какие в действительности ходы нужны для обработки, для работы с задачами из реальной жизни. Да, вот. Поэтому аккуратный выбор парадигмы под тот класс задач, который собираетесь решать, это, пожалуй, главное, что нужно понимать человеку, владеющему более чем одной парадигмой. Вот. Мы с вами поговорим про такую довольно забавную задачу, которая называется принцип макроподстановки. С одной стороны, это достаточно маргинальный класс задач, где макроязыки оказываются существенно более разумными и эффективными, чем попытка обработать на каких-нибудь более традиционных языках. Та же функциональщине тоже хорошо справляется с похожим классом задач. Но нет. Класс задач достаточно нишевой, но тем не менее вполне определенный. Вот. А принцип вот какой? Предположим, у нас это тоже некоторый, тоже некоторый отрок, некоторый извод контекстно обусловленного составления алгоритмов, потому что у нас управляющей силой, как бы тем, что заставляет принимать нас программистские решения, является поток данных, которые мы обрабатываем. Вот. А, вспомнил, что хотел сказать. Еще в традиционных языках программирования, вот вся вот эта вот тема макроподстановки вылилась в тему шаблонов. Вот, когда мы пишем, наверное, для бипсайтика какую-то шаблонизацию, когда мы там, не знаю, описываем на каких-то аптечеподобных простейших языках структуры данных, чтобы потом они, значит, сам раскрылись в эти самые структуры, мы как раз залезаем в область макроподстановки, но там, конечно, речь не идет ни о алгоритмической полноте, ни о чем таком, а мы как раз хотим какой-то, какую-то, попробовать какой-то инструментарий, который был бы близок к понятию алгоритмический язык. Вот. Так вот, задача примерно такая, что у нас на входе есть некоторый текст, вот, и на выходе поток данных. Будем называть его текстом в самом общем плане, да, текст это что-то состоит из интерпретируемых нами знаков. Вот. Так вот, значит, поток знаков, то бишь текст, на выходе у нас тоже поток знаков, то бишь текст, скорее всего, просто, возможно, других. И знаки эти делятся на терминалы и не терминалы. Терминальные знаки это такие, которые должны быть в выходном тексте, да, выходной текст исключительно из терминалов, то есть таких знаков, которые, значит, у нас не интерпретируемые. Вот. Вот. А входной текст может содержать в себе не терминалы, то есть какие-то последовательности знаков или там отдельные слова или как-то, как мы назовем, неважно, назовем их макросами, например, да, которые нуждаются в интерпретации, то есть в преобразовании из исходного представления в виде макроса в конечное представление в виде раскрытия этого самого макроса, то есть макрос макро подстановка. Это процесс замены идентификатора макроса на его тело. Вот. И вот мы, значит, одно превращаем в другое. Соответственно, внутри этого макроопределения могут оказаться новые макро раскрытия, да, внутри раскрытого макроса, того текста, который подставится вместо макро вызова, могут оказаться новые макро, новые не терминалы, вот, которые тоже требуются очередь раскрытия, но и так до тех пор, пока у нас на выходе не получится то, что называется гладкий текст, то есть текст, не содержащий не терминальных символов, стоящих только из терминалов. Вот. Не люблю я слово символ, потому что символ в программировании очень сильно не равен понятию символов в философии, да, это скорее все-таки знаки, но, видимо, такова терминология. Когда бывает это нужно, да, когда бывает нужно подходить к обработке наших данных вот с таких позиций макро подстановки. Во-первых, в ситуации, когда мы, собственно, не хотим искажать, так скажем, исходный текст. Мы просто заменяем некоторые повторяющиеся куски или неочевидные, да, некому такие куски кода исходного, с помощью которого невозможно коммуницировать с потенциальным читателем этого исходного кода, на такие куски, с помощью которых можно коммуницировать. То есть какую-нибудь адовую формулу заменяем на ее название, да, или какое-нибудь волшебное число, magic number, то, что называется, то, что запрещено использовать в нормальных случаях в программе. Заменяем на мнемоническое обозначение волшебного числа, то есть где оно встречается, там встречается. Первая очевидная область применения языков макроподстановки это преобразование почти похожих текстов. Текстов, в которых, в общем, что-то, являющееся макросом, будет заменено на кое-где, будет заменено на что-то, не являющееся макросом, которое, скорее всего, сложнее читать, или оно зависимо от той среды, внутри которой происходит выполнение. Какое-нибудь там максимальное целое значение, возможно, в разных прагматиках будет разное. Ну вот это все. Вот. Мы знаем такой макроязык. Это самый известный, это припроцессор языка C. Вот. Припроцессор языка C нужен язык УС именно для того, чтобы, в первую очередь, для того, чтобы как раз в него прилезла вся та прагматика из архитектуры, на которой происходит превращение исходного кода в бинарный, вот, которая, прагматика, сама по себе в стандарты языка не входит. То есть, вот все эти константы, все эти номера системных вызовов, вот все-все-все-все-все, что обусловлено окружением и влияет на результирующий бинарный код. И это вот все как раз приезжает из-под припроцессора. Ну а также, да, какие-то конструкции, также, между прочим, как правило, связанные с прагматикой, да. Например, какие-нибудь математические функции могут быть реализованы там внутри библиотеки, могут быть реализованы в виде специального алгоритма обсчета этих функций, а могут быть реализованы, наоборот, в виде какого-то вызова какой-то одной единственной команды, там, синуса, имеющегося в нашем сапроцессоре, да. И тогда это будет просто макро, который открывает код, где на языке ассемблера заполняются нужные регистры сапроцессора, дергаются и получается хим. Очень большая область применения макроподстановки, собственно, для задач переработки текстов. Задача переработки текстов, это вот вторая ссылка, это, например, переработка формата, в котором хранятся в том же линуксе подсистемы документации, manpage. Вот. Здесь не приходится говорить о алгоритмической полноте, потому что она тут не нужна, да. Мы просто расставляем команды, как для рендеринга на конкретное внешнее устройство нужно форматировать одни и те же семантические эквивалентные части, там, подчеркивание, жирный шрифт, вот это все. И языки разметки из этого растут, разумеется. Но это отдельная тема. Вот. Значит, в качестве примера текста, не похожего на выходной, я очень надеюсь, что мы доживем до конца лекции, я вам покажу. Ну, это написанный как раз на языке М4, о котором сегодня будет разговор, входные спецификации проектов на языке, в основном СИН, на самом деле, совершенно необязательно, который делается с помощью инструментария автоконф. Вот. Вот там входной текст на выходной вообще не похож. Ничего общего. Практически. Ну, вы увидите. Вот. Вторая и, пожалуй, даже более главная особенность задач, на которых макро-подстановка хорошо работает. И это наблюдение о том, что структура входного текста, последовательности знаков, которые мы обрабатываем, и структура выходного текста, последовательность терминалов, которые мы выдаем, практически совпадают. Почти всегда. То есть, идея стоит в том, что мы некоторый поток каким-то образом преобразуем, и он остается тем же самым потоком, просто, ну, вот, обработанным. Вот. И вот это накладывает, как на саму область задач, довольно серьезное ограничение. Вот эта вот идея о том, что структура данных входного и выходного потока будет примерно одинаковая, да, практически линейная. Ну, грубо говоря, вот очень многие, кстати, макро-процессоры обрабатывают входной текст вообще построчно. Для них ничего, кроме строки, ничего шире строки не бывает. Особенно такие старореживные. Как, значит, накладывает ограничения на область задач, в котором эта штука применима, хотя повторяю, не повторяю, а замечу, что построчно совершенно необязательно. В том же М4, ну, нет никакого понятия построчности. Так, и подсказывает некоторые ходы, которые для программиста, который занимается обработкой, которые в других случаях были бы совершенно неочевидны, или трудновализуемые, или синтаксически зашумленные. Вот это все, да, то есть, если мы предполагаем, что у нас обработка нашего входного потока будет такая, что выходной поток сохранит структуру, нам можно от многого отказаться. Например, понятие переменная или хранение блока данных в памяти оказывается достаточно маргинальным. Оно, разумеется, потребуется. Но, по большей части, по большей части, мы с вами будем выполнять аллигирование данных, то есть, механизм отсылки к уже имеющимся данным. Не традиционным для императивных языков способом положить кусок данных в память, называть его именем переменной, а потом к этой переменной обращаться. А скорее традиционным для функциональных языков способом связывания этих переменных. То есть, у нас есть кусок данных, и просто на него накладываются именования внутри разных контекстов. Это один и тот же кусок, да, в то время, пока он существует, а в нашем случае в то время, пока мы обрабатываем поток данных, один и тот же кусок может называться разными именами, мы ему как-то на него ссылаемся. Вот эта вот отсылка аллигирования. И есть часть того, часть требований к алгоритмической формализму, который смог бы реализовать алгоритмическую полноту. В случае макроса, который, значит, у нас есть слово, слово, заменяемое на другое слово или последнее слово. Как может быть устроено это аллигирование? Ну, чаще всего, вот, кто знает макросы того же си, эти самые припроцессор того же си, чаще всего это просто параметрические макросы. То есть, у нас не только слово, но и какой-то синтаксический, синтаксически узнаваемый конструкт, который позволяет к этому слову прибавить параметры. Как эти параметры будут обработаны, на основании их уже будет порожден выходной поток темы. Ну, грубо говоря, как функция в скобочках, только не функция, а макрос. Вот, собственно, параметризация и позволяет это аллигирование. Понятное дело, что там внутри эти параметры будут как-то называться. Вот вам, пожалуйста, прямая связь, как мы обращаемся к данным. Вот. Второе требование к формализму, который может быть алгоритмически полон, это действие, определяемые свойствами данных. То есть, если данные такие, то мы делаем тот, а если они сякие, то мы делаем иное. Как правило, эти действия, определяемые свойствами данных, вливаются в то, что у нас есть проверка свойств и что-то именуемое условным оператором. То есть, мы сначала вычисляем некоторые выражения, а потом на основании этого выражения понимаем решение, по какому из путей наши данные обрабатывают. Это так не всегда. Есть конструкции, которые решают ту же задачу. Выполнять действия по определенным свойствам данных, но другим путем. Например, мы просто размечаем кусок программы такими специальными цветными метками, которые определяют, что вот этот оператор выполняется, если данные такие-то. Вот эти группы операторов есть данные сякие. Вот этот снова, если данные. Короче, пропускаем те операторы, которые не тем цветом помечены. Так вот, например, устроен язык ассемблера архитектуры ARM. Ну, в общем, вариантов решения задачи много, но как право решается-то. Вот. Значит, с точки зрения языков макроподстановки, здесь почти ничего не меняется, за исключением того, что, пожалуй, два главных условия на требование обработки данных, управляемых на основании их свойств, это проверка на их пустоту и непустоту, ну, и такое очень важное свойство данных, они есть или их нет. А второе, это проверка на контекст, внутри которого происходит это самое преобразование. Нам нужно для того, чтобы принять решение, как мы преобразуем данных, понять, а что, собственно, в каком контексте, какие данные мы в действительности преобразованы. Вот. И, например, типичный способ определить контекст, это задать некоторые макросы, а потом проверить, что он определён. Вот еще один. Достаточно частотный пункт для реализации вот этого требования. Мы его знаем в том же CPP, макро-процессор для C, как штука под названием ИВДЕВ. ИВДЕВ, там одно ИВДЕВ, другое. Вот это вот оно есть. Вот. Чего у нас в C при процессоре нету или есть, но вот как-то вот так, это возможность итерации, то есть выполнение некоторых действий до тех пор, пока те самые условия, которые мы вводим в качестве проверочных, не окажутся истинными. Вот. Тут есть довольно мутное рассуждение, которое я два года назад сделал, записал, но с тех пор не могу восстановить структуру этого рассуждения в памяти, которое состоит в том, что вот требования итеративные не обязательно. Сейчас я попробую его восстановить перед вами. Идея вот в чем. Алгоритмом, если вы помните, является такая запись действий, которая заканчивается. Алгоритм должен быть доказуемо актуально конечен. Если предположить, что это запись действий, которая актуальна конечен, может быть произведена в... Сейчас, давайте сначала я тут отвлекся на вопрос. Вопрос странный. Давайте отвечу на вопрос, а потом попробую еще раз повторить утверждение. Андрей спрашивает, почему нету в плане этой лекции питона. Потому что питон не относится ни к языку макроподстановки, ни к языку, в котором есть синтаксическая поддержка, контекста применения отдельных кусков исходного кода, ни к чему там еще. Ни к языку склейки. С некоторой натяжкой питон можно назвать языком склейки, но специфические свойства, смотри, прошлогоднюю лекцию, специфические свойства языков склейки, таких как Шерл и Пел, в питоне, в общем-то, отсутствуют. Просто он достаточно высокоуровневый, чтобы на нем можно было писать эту склейку, используя весь тот синтаксический излишний материал, который, собственно, отличает язык общего назначения от Шерлов. Вот в Шеле этого материала ноль, в Перле практически тоже ноль даже, в общем, он для этого был придуман. В питоне этого материала процентов 15, 20, 25, все равно накопится. Так что питон просто не относится к сегодняшней тематике ни разу. Да, так вот я попытаюсь еще раз поумствовать и повторить утверждение, почему требование возможности итеративного выполнения операций не обязательно для алгоритмической полноты. Алгоритмом называется конечная запись действий, которая заканчивается за конечное время на конкретных данных. И это значит, что формально говоря, тот формализм, который обеспечивает нам вот это самое однозначное выполнение этих действий, там у алгоритма еще есть много свойств, однозначность, это самое не... Господи, ну, в общем, много, посмотрите. Нигде не написано, что эти действия должны быть циклические. Вполне возможно, грубо говоря, для каждого конкретного набора данных есть у нас памяти много. Вот, вот я вспомнил, на чем я остановился. Если у нас очень много памяти, вполне возможно взять и записать все эти действия подряд, сделать то, что называется roll-on-loop. На тысячу элементов будет тысяча операций одинаковых с разными индексами, например. Да? Если у нас рекурсия не примитивная, где у нас есть отдельный счетчик, а общая рекурсия, где у нас концом нашего вычисления является достижение определенных свойств данных. Отлично. Давайте мы запишем актуально, конечное, но максимально возможное количество действий, которые мы можем произвести над нашим объектом, и снабдим каждое такое действие проверкой, а не стали ли наши данные уже готовыми, и все остальные действия пропустим. Да, это будет миллион операций, из которых полмиллиона не выполняется. но формальное соответствие определения алгоритма есть. У нас есть понятие актуальная конечность. Вот столько и напишем. Вот. Довольно дико звучит, но факт остается фактом. Да? Поскольку для конкретного набора данных у нас вполне конкретно можно написать программу, в которой нет никакого цикла, потому что мы знаем, что больше, чем столько этих циклов не понадобится, да, то, несмотря на чисто математическое противоречие, что для каждого любого программы найдется такой набор данных, на который программа не заработает, в области, так сказать, актуальной достижимости вполне возможная штука. Вот. Постараюсь к следующему году еще четче переформулировать этот тезис. Он мне представляется очень важным. Почему я про это так много говорю? Потому что в макро-подстановках, как правило, никакого цикла нет как такового. Что там есть? В макро-подстановках есть возможность в цепочке символов, знаков, которые подставляются при раскрытии макро, положить новые макро, например, тот же самый. И вот тут мы получаем рекурсию, а мы с вами уже на практике знаем, что рекурсия это цикл. Хороший, годный, правильный цикл с одной лишь мелкой разницей. В том коде, который, в том потоке данных, который мы получим на выходе, все эти подстановки уже будут сделаны. фактически, это будет вот оно, развернутый цикл, который нигде, ни в какой момент времени не является итерацией. Собственно, итерацией является повторный поиск макро-вызова в свежей макро-подстановке. Все. Вот это и есть итерация. Мы произвели макро-подстановку, поискали, нет ли там макросов, произвели макро-подстановку, поискали, нет ли там макросов, делаем это до тех пор, пока макс там нибудь вот он вам цикл что еще может потребоваться специфическое для такого сорта языков программированием разумеется экранирование лишением макроса его макрос насти потому что понятное дело данные бывают на входе всякие в том числе такие которые содержат вполне себе нормальные символы знаки которые на самом деле никто не хотел преобразовывать в макрос совершать макро подстановки но нет умный программист написал макрос таким же точным я думаю что опять-таки программисты носила с этим сталкивались довольно часто вот у возможно что это такое экранирование кранирование как раз лишение макроса его макросности у этого свойства у этой у этого требования кранирования есть одно очень забавное свойство которое состоит в том что экранирование может быть как бы на вечном хотя это не интересно вечно экранирование то есть эта цепочка никогда не превратится в макрос или скажем так экранирование по принципу закавычивания расковычивания то есть музыка вычиваем наш наш текст и он в тот момент когда он закалыченный макросом не является потом при подстановке он расковычивается это внезапно вылезают какие-то макросы вот а еще там вылетают куски текста содержащие свою чуть еще кавычки когда мы эти куски текста подстанавливать деньги этот кусок текста обрам隊 до тех те куски который содержали еще к новички раз к вычиваются и так дальше что это значит это значит что мы например можем взять и передать в качестве параметра то есть в качестве строки в качестве последовательности обычных терминальных пока еще терминальных символов закавыченное имя макроса который при расковыщении превратится в не терминал вот передачи макросов в качестве параметров это очень клёвый штук мы сегодня такое посмотрим что еще может понадобиться ну дальше там уже такие фантазии ну например мы конечно говорили что выходной поток он значит воспроизводит структуру входного потока но наверное есть такие случаи когда это когда это даже при обработке даже обычных текстов не очень правильно например там не знаю какие-то замечания footnotes какие-то да вот при обработке текстов есть такое понятие footnote замечание которые вставляются в конец страницы или даже в конец всего текста очевидно что они просто принадлежат кому-то другому потоку этот поток время от времени вклинивается в наш выходной основной поток вот такая задача есть и это хотелось бы тоже значит хотеть от языков макроподстановки очень много языков макроподстановки повторяю обрабатывают построчно входные данные хотелось бы от этого тоже отказаться вместо конца строки изобрести какой-то другой ограничитель нашего контекста внутри которого мы работаем правда надо понимать что построчная обработка это еще и такой такая таблетка против излишне огромных излишне долгих и взрывающихся немереным объемом данных макроподстановок до чем поскольку мы ограничены шириной строки то надо сначала постараться еще чтобы это строка 80 силов не надо превратилась только в миллион 7 а вот если у вас есть несколько мегабайт входного текста и вы внезапно весь его сделали контекстом а потом умножили на сто пятьсот да вот возможно или там возвели в степень возможно все ушло что угодно вот ну и наконец в принципе очень много мест где макроподстановка отлично работает оперирует вообще не текстами какими-то я говорю последовательности знаков и что эти знаки значит определяет область предметные в которой языки так нам кажется пора заканчивать мне пора заканчивать бла-бла вот давайте только еще одну насчет это у нас была чисто теоретическое требование чем у нас может понадобиться в значит языках макроподстановки а это такие практические требования например один из главных печей языков макроподстановки это то что там даже пробелы к которым мы привыкли в языках программирование относиться очень халатно даже в питоне в общем количество пробелов не особо роль не играет лишь бы она была одинаково уж какого-нибудь и подам вот так вот в языках макро макроподстановки попытка разметить наш текст содержащие терминалы не терминалы таким образом чтобы эти не терминалы красиво выглядит на экране приводит к тому что вся эта красиво выглядящая чушь один в один передастся в выходной поток ну просто потому что как бы сказали вывести 17 пробелов вывели 17 пробел то что это было эстетическое пристрастие программист который в этом месте решил написать какую-то вложенные скобочки но это его программиста проблема пробелы были вывезли то есть у нас либо тогда значит надо тот этот интерпретатор который интерпретирует наш выходной текст убеждать в том что эти пробел хорошие годные до либо что-то с этим делать очень часто нужна арифметика всякая математика внутри обработки текст то в том числе но не совсем не обязательно текст вычислить форму хотелось то же самое со строками раз шумообрабатываем текст наверное было бы здорово присобачивать какие-то готовые обработчики по примеру питона в котором помните в строковых строков данных этих обработчиков очень много но не только питом потом тоже не первый вот еще одна тема это приложение нашего макроязыка к операционным системам вообще к каким-то домен специфичным областям например вам приложение к операционным системам было бы неплохо работа с файлами каталогами был бы неплохо допустим ну не знаю шаблон имен файлов превращать в набор этих файлов как в шейлевой так дальше вот такие практически все что-то я много говорю о нас еще довольно много надо поделать конкретно с языками макро подстановки произошла ситуация довольно смешная один из первых языков вот он м или один к трак почему-то не сработал а потому что тут ссылка не в ту сторону один из первых языков макро подстановки который назывался м или один странным образом напоминает пели один не исключено что это он был разработан какие-то совершенно не запамятные времена прям вот совсем давно значит какой год 66 до примерно в те времена когда вообще самые первые языки программирования зарабатывались там первую словно десяток и был предназначен в основном для то что называлась system generation то есть это были такие особо такая особая дисциплина написание программы макро подстану макрообработки в исходных кодах в кодах до соответствующей архитектуры в этой программе в кодах соответствующей архитектуре скармливаем последовательность макросов она их превращала в некоторую штуку являющуюся там скажем а ядром операционной системы такие вот были интересные подходы к написанию операционных систем в те поры я такой еще встречал вот тут упоминается 511 вот я вот как раз на 511 видел макро генератор pagin который на основании исходных текстов макро подстанавливал туда собственно машинные коды получалось значит операционная система рафос точнее ну да как какой-то извод рафоса вот это в общем немножко наследила кстати я не за не нашел исходных текстов этой штуки она интересная они и очень хвалят авторы но это довольно сильно повлияло на дальнейшее развитие языков макро подстановки из исторически таких интересных можно заметить вспомнить еще язык трак вот кстати обратите внимание тоже очень старый 64 год 511 в общем вы поняли смотрите скобочки видите скобочки вот эти скобочки что-то нам напоминает вот ну в общем в общем он тоже какое-то время жил но опять-таки внезапно использовался не для программирования как такового а именно для код генерации ну и соответственно при усложнении вне при как при восстановлении идеи что и операционной системы пишутся не так а на может быть и низкоуровневым но кросс платформе языке программирования все это делал тем не менее идея не пропала и в середине конца 70-х годов вот та же самая банда которая занималась юник системами тут вот пишут в википедии что лично сам брайан и сам дэннис ну то есть дэннис как автор юникса языка си и брайан как человек который брайан керниган который всем этим все это курировался так сказать ученой стороны забабахали такой макро подстановщик по примеру уже имеющегося очередного и это назар в этом самом был лабораторис который назывался м4 этот самый м4 типичный макро подстановщик мы сейчас посмотрим вот в википедии есть некий пример ну посмотрим другие примеры ведь все свойства все его как бы свойства вот в точности совпадают с тем бла-бла который я говорил последний на протяжении последнего получаса единственного отличия от других языков макро подстановки вернее так не то чтобы отличие до такое свойство что это живой язык он живет и здравствует по сей пору на нем написано очень большая бездна кода но этот код не прикладной а такой системный мы это увидим самом конце лекции вот поэтому не все знают об его существовании и живость вот здесь у нас всякие ссылочки вот кстати последняя книжка м4 вышла в 2019 году что для языка изобретенного всем седьмом году в общем так там говорит о многом вот принцип у него такой же на входе текст содержащий макро команды нам макро вызову на тех на выходе или макро макро определение который там же лежит на выходе на выходе у нас соответственно текст который не содержит эти макро вызовы вот подстановка делается есть закавычивание мы сейчас все это вот значит я с вашего позволения тут говорят говорят это я говорю говорят на сайте реплет под которым написано репло абсолютно для всего есть репу в том числе и на м4 вот а я вас пользуюсь такими дом маленькая картинка а я воспользуюсь такими доморощенными методами вот в линокс я монтажный такой пакет он называется редлайн в руб этот редлайн в руб это такой вот кто видел лекции по питону когда вы берете говорите импорт редлайн у вас любой вот становится с историей с поиском с дополнениями вот это вот она же только для вообще любой утилит который отчитать стандартного воды выводится статуют если вот так вот делаете и там м4 вот то в результате у вас получается обработчик входного текста м4 который еще можно с помощью редлайна форматировать вот этим мы сейчас и займемся давайте что-нибудь за define 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 я сказал раскраски не будет не ждите это это дело будущее а может быть и не будущее define ну что например qwerty ну верьте пускай будет до обратите внимание вот эту пустую строку что сейчас произошло м4 он вообще-то обрабатывает входной текст и выводит его о достучался да понятное дело что обрабатывая выходной текст м4 выводят в том числе и все переводы строки которые я тут ввожу соответственно на что сделал я здесь я определил макрос верти и это все разумеется в выходной попал поток не попало это макроопределение а вот перевод строки был выведен соответственно если вы пишете программу на м4 у которой есть вот такой род define вообще какие-то м4 примитивы то у вас очень часто получаются лишние переводы строк на выходе вот до этого есть синтаксически некрасивый но так пошла эволюция инструмент который называется который называется делит ту нью-лайн дефайн дефайн допустим в большое верти и написать в конце дыны делить ту нью-лайн это будет означать что все включая перевод строки тоже не попадет ваш поток вывода вот и лишний перевод строки конечно экран не будет здесь мы смотрите что сделали мы определили дефайн в левом части которого стоит имя макроса а в правой стоит текст который нужно подставлять обратите внимание на то что верти это самое это уже имеющийся макрос ван так что скорее всего в определение вы попал не вот это а вот это давайте попробуем да да так что нет о дать смотреть да смотрите вот определение верти джефф сьюза а вот определение вы тоже джефф сьюза то есть в определился как текст но вот этот текст был сначала обработан макропроцессором разумеется ну как мы приду паломок показали ему текст вот а потом попал уже в определение если мы хотим по-другому да если мы хотим по-другому то надо делать закавычивание вот закавычивание вам в м4 происходит с помощью двух в разные стороны торчащих кавычек вообще это довольно хорошая идея использовать открывающие закрывающие кавычки для них используют разные знаки чтобы не путаться то все из нас знают проблему кавычек в традиционных языках программирования где открывающие закрывающие кавычки одинаково вот в м4 они раз апостров и гравис гравис для старта по строк же конца вот а значит закавычивание соответственно считается правил хорошего тона как можно больше закавычивать если вы опасаетесь что такого рода макрос уже присутствует в пространстве а вам этого не надо да то есть по хорошему надо было написать не вот так а вот так а по еще более хорошему вот так вот теперь мы точно обезопасен и и когда мы вызываем макрос в нам конечно же выдается что это джиф и суза почему потому что сначала выдается что это верти а верти превращается в джиф и сузу вот но это происходит именно так вот вам налицо в ложность макросов та самая которая используется для организации допустим циклической обработки давайте посмотрим с помощью дам дефа как вот видите вот если раньше у нас при определении в верти раскрылся и в приехал приехал этот самый композитор который написал я кстати не помню как пишется суза по моему суза через z и в х в конце нету вот то в в случае определение через закавычивание понятное дело что в в приехала при просто слова верти но при попытке его подставить она сначала превратилась в верти а верти уже превратилась вот ну и да да вот такое правило я думаю что с этим вы тоже встречались но в языках мака подстановки она начинает в какой-то момент надоедать закавычивать все что шевелится если вы это имеете в виду если вы имеете в виду что это именно буквы слова в не хотите что он подстановка была лучше для начала заказать такая вот карте мы можем сказать сказать андеф я думаю допустим вы нет верти не получилось нас андеф верти а кстати андеф андефа и да вот мы сейчас сделали андефа и я боюсь что тут да и что у нас будет случивая верти почему верти перестала быть не терминалом мы его только что анди файлы или обратите внимание что все остальное вот вот что произошло здесь андеф не является не терминалом он пришел как есть скобочки пришли как есть верти подстановилась под поставилась все за скобочки пришли как есть получился вот такой результат а вот здесь вот он define является не терминалом значит скобочки ограничивает его параметры внутри мы передали строго текст закавыченный этот строго текст интерпретировался как поскольку это не дефайн как разопределением адреса мы его разопределили и с этих пор w у нас она всегда была верти да вот она теперь выдает от самой вертик который не является не терминал вот так казалось бы вот тут на этом можно было бы остановиться но на самом деле это только начало потому что вся мощь языков макроопределений макро подстановок заключена в возможности делать сами макроопределения внутри других макроопределений на основании там каких-то проверки каких-то данных это напоминает нам замыкание в этом в разных языках программирования так когда мы определяем функцию внутри функции в зависимости от того какие параметры мы передали функции вот то же самое можно делать с определениями смотрите давайте мы напишем такую рекурсивную чтобы define ну тут ну не знаю ансвер нет где фанта где фанта define мы определяем макрос у которого текстом является определение макроса ансвер ну во что определяет 42 разумеется ответ на все вопросы и вот этого всего вот шмяк ну я днл поставить в конце забыл перевод строки приехал что у нас при этом произошло вот у нас def answer этот когда мы его вызовем привет вот такая строка эта строка с свою очередь является вызовом макс define точнее макроопределение и я вангую что после этого будет определен еще и этот самый ансвер который 42 значит если мы сейчас напишем раз он еще отсутствует да а вот если мы вызовем вне напишем макро вызов def answer жмяк надо было там тоже днл поставить видите он лишний переводик строки сюда тоже вставил вот тут надо было днл засунуть ну это беда до днл и должны быть везде всюду и постоянно что сейчас произошло сейчас произошел вызов макроса def answer который в свою очередь привел нам в обрабатыванный текст вот такую строку эта строка тоже являлась определением макроса значит макрос ансвер должен был определиться ну давайте сразу это проверим вот тут есть пример в лекциях пропуска одной пары кавычек давайте посмотрим что будет так давайте наверное выйдем и войдем давайте посмотрим что будет если мы вот этот define не закалычек у меня есть подозрение что дать по вангу им немножко у меня есть подозрение что вот этот defines работает он же не закалычный внутренний и определиться этот ансвер 42 поскольку ничего в результате него никакой подстановки не происходят то def answer будет пустой как-то так должно произойти давайте попробуем посмотреть итак ансвер определился это сработало а def answer оказался пустой все майон гавани оказалось четким значит смотрите что здесь произошло вот это отработало в момент когда мы этот текст подали потому что она не закавычное поскольку этот кусок является чистым макроопределением он удалился из входного потока стало быть в результате сработал макроопределение define define сверх ничего но это ничего собственной подставить помните я говорил про красивости лишние символы и все остальное поскольку у нас для макроопределения в м4 имеется синтаксическая конструкция из круглых скобок и запятых которые соответственно разделяют разделяют имя макроса и тело макроса то вот между этими запятыми и круглыми скобками можно кажется что сколько угодно вставлять пробелов они все игнорируются давайте это проверим но мне кажется что я прав вот тут сколько угодно пробелов вот тут и вот тут нет нельзя ну какая-то уступка этой самой к принципу красивости тем более что ну понятно как это сделать если вы хотите чтобы там так таки да были пробелы просто кавычки их такая конструкция смысла не имеет это внезапное определение вот это определение происходит раньше чем вот это и поэтому получается вот такая пустая штука вот вот такая конструкция имеет нет не такая вот такая конструкция имеет очень много смысла этот define происходит в момент вызова этого дев и там можно поставить какие-то условные сравнения и все остальное что нас плавно переводит к идее сравнений и вообще условных операторов в языках макро постановки ну во первых и в дев конечно и в дев ансвер давайте давайте будем это самое следовать канону и закавычивать все во что может где нам не нужно чтобы произошла мака постановка вот здесь уж точно надо закавычивать иначе мы вместо этого ансвера а будем подставлять подставлять текст до тех пор пока не окажется последовательность исключительно не исключительно терминалов они конечно и в дев да за счет что здесь было сказано если асвер определен то куку если нет только кукурику вот вам пожалуйста ориентация на контекст в данном случае ансвер послужил таким именем переменной если хотите да вот он есть переменная true или она false соответственно вот давайте ну понятно что можно сделать on define тогда мы получим ну давайте сделаем как в лекциях смысле как в плане на define ансвер днл чтобы пирот в торги лишнего не было ну и все теперь у нас а чё это а я то посмотрите на меня посмотрите на этого человека тут было написано define 42 правда ведь закавычивать все надо ну вот вот теперь это будет работать значит в чем была моя ошибка забыл закавычить здесь произошла макро подстанок сюда приехала 42 on define 42 разумеется выполнил стоп ничего не произошло потому что он define можно что угодно такая вот вот такая интересная штука значит что еще бывает бывает еще вложенные ифы на сопоставление шаблонов на равенство то есть вот у нас есть два параметра мы говорим что-то типа давайте прям перепишем из лекции хотя давайте попробуем дать сначала с простого начнем и ферс а клауза true клауза false true конечно да б если допустим мы схитрили и написали что-то типа define а б вот то если мы случайно забудем забудем кавычки что-то внезапно получится вот так ну потому что а это бы на самом деле вот не забываем не забываем закавычивать экранировать наши наши стройки там где мы не хотим чтобы произошла макро подстанка вот как я уже сказал и филос операции вложены вот видите в общая формула примерно такая да значит мы берем один текст и сопоставляем его с некоторыми шаблонами ну давайте попробуем где у нас тут было ну допустим д значит спа пишем что это был воз а да да сейчас давайте пока 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 работает да дальше б воз б с с вот с ну и false клауза false фиг знает что думаю что я сделал не так давайте смотреть не понял секунду давайте я перестану тупить это понятно да теперь мы должны сюда приписать так давайте что ли в бан посмотрим что-то у меня возникли сомнения так вот откуда здесь берется вот этот string 4 я что-то значит формате неправильно в плане лекции записал а а понятно значит нет такого к сожалению я понял нет такого к сожалению что сравниваются вот эта строка со всеми остальными да сравниваются всегда попарно string 3 string 4 то есть надо было написать не так а соответственно ну давайте тогда вот тот же самый д с c да и вот теперь вот c ну и дуно вот теперь будет работать чё кавычку не закрыл вот оно что спасибо дорогой спасибо спасибо человек с ником nt вот вот оно вот она привычка программировать на этих ваших императивных языках с симметричными кавычками спасибо спасибо все отлично сейчас мы все сделаем да действительно вот она эта кавычка счастье наступила вот хорошо что вы за этим следите спасибо еще раз что есть но есть всякие штуки помните мы говорили что для нужд практических нужно что-нибудь типа вот такого да для нужд практических нужно к этим какая-нибудь арифметика например да для нужд практических нужно какой-нибудь ну не знаю там обработка строк это часто встречается при тех строк при обработке строк вот да то есть ну ну не знаю ну 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 а перс отсутствует а вот какой нибудь там не знаю супстр или индекс или лен вопрос ко всем чему будет равно ну ну очевидно двум потому что асферт на 42 ну и так дальше ну вот давайте копипастим прямо из лекции помните в том же питончике есть транслейт который превращает один сил в другой а в идем дальше и идем к очень интересному моменту а именно как самому задавать параметрические макросы ради этого в общем все измышлял тут мы вспоминаем что авторы так или иначе занимались unix вот и поэтому у них есть уже вполне конкретное представление о том как обращаться к конкретным некоторым к параметрам функции в частности функции в шеле к их количеству и ко всему остальному значит вот прекрасно именно так это работает в случае м4 вот я даже скажу что у этого у этой штуки есть интересная история дело в том что шел в том виде в котором он возник в unix и тогда вот в конце 60-х начал 70-х он поначалу должен был быть похож вот на это на язык макро подстановки все тогда угорали по макро подстановку но после изобретения пайпов выяснилось что конвейер по обработке это гораздо более правильно в смысле не у своей штука и на макро макро подстановки видите уехали в нишевую область вот ну так вот если мы сами определяем определяем макро ну давайте мы просто define info какой нибудь инфо и чё там и туда в чем пишем прямо в что-нибудь там пол доллар доллар такая фигня если мне не заметить или доллар звездочка я уже не помню доллар звездочка тоже есть кстати прям как шили вот инфо ничего нету инфо 1 2 3 но обратите внимание что при макро вызове скобочки и кцепяты подчиняются принципу игнорирования пробел вот ну в общем понятно что будет если заменить звездочку на биби очку пробуем разницы не вижу о смотрите разницу берем обратно ставим сюда звездочку идея состоит в том что звездочка нам подставляет текст этот текст дальше обрабатывается а биби очка нам подставляет закамыченный текст и мы не успели то есть у нас количество кавычек было таково что мы не успели их до раскрывать чтобы этот самый асфер сработал как макрос поэтому когда мы пишем звездочку подстановка получается строка внутри которой происходит дальнейшая макро подстановка когда мы пишем биби очка у нас получается последовательность или непосредственность а закавыченная строка которая соответственно не макро подстанавливается вот такая вот интересная штука вот ну и соответственно что там был ол да там можно было еще всякое написать написать какое-нибудь количество параметров да допущим второй параметр вот значит ну короче вы меня понял фактически таким способом мы можем не просто производить макро подстановки параметрические ну и разумеется организовать что-то вроде рекурсии и вот давайте посмотрим например мы сейчас в объем просто чтобы не путаться хотя он слишком сложный давайте его руками руками в объем значит давайте мы попробуем написать функцию лет вот подглядывают сюда в шпаргалку но последовательно не функцию макрос простите простите макс дефайн ли мы естественно естественно на закавычки и и филс первый параметр если он равен пустой строке да видите первый параметр равен пустой строке ответ 0 длина 0 в противном случае мы еще раз вызываем евал а нет мы вызываем евал мы говорим что он в противном случае наш параметр равен единице плюс длина всей наш хвоста нашей строки евал единицы плюс длина нашей хвоста нашей строки как вычисляется длина ну как с помощью макроса лена разумеется а вот хвост строки начинается с помощью функции субстр ну да тут я просто перепишу того что здесь написано субстр от нашей строки той самой по 1 параметр начиная с первого а собственно все да ничего то ничего военного нету значит супстр лена супстр начиная с первого и валим это безобразие я подозреваю что здесь надо закрыть кавычку теперь это закрывается ой сейчас секунду да закрыть кавычку закрывается и feels чертов чертов репл не распознал эти эти бактики как кавычки надо будет научить ну вот собственно а еще одна кавычка перед перед фл все тоже надо закрыть да вот немножко напоминает немножко напоминает лист и немножко по ощущениям для меня на это регулярное выражение которое проще писать чем читать но тем не менее смотрите для вот вот вам пожалуйста рекурсия примитивная в данном случае по счетчику по длине строки да и макро развертывание если посмотреть очень много нас осталось 15 минут если посмотреть очень много вам м4 не является синтаксист частью синтакси языка а всякие циклы типа for loop for rich в действительности представлены в виде вот таких вот макросов который просто инклюзийся лежат вас определенных библиотеках есть разумеется утилиты это самое макросин ключ который инклюзий содержимое произвольного каталога произвольного файла вот да нет времени туда ходить может сходить вот когда будете заниматься м4 что в гну м4 в том варианте м4 который должен в активном пользовании до наших дней что еще предпринято ради того чтобы было удобнее программировать ну одно сомнительное свойство что он что макросы у которых есть обязательные параметры будучи использованы без скобок не считаются макро вызовами ну тут такое да ну наверное это удобно чтобы слова define у вас в тексте внезапно не превращалась в попытку что-то за define удобно вот а еще есть волшебная такая фишка но она уже скорее как это скорее такой рот извращения но он этот рот извращения нам показывает что понятие переменной в языках макро подстановки есть но она редко встречается и как скажем менее приоритетно его удобство его использовать менее приоритетно чем вот преобразование текстов напрямую вот мы например можем определить макрос который потом не сможем вызвать давайте это сделаем определим макрос что-нибудь типа ну вот тут у меня морзянка такая define did мы скажем did не важно вот так теперь давайте определим переменную то есть макрос который нельзя будет распознать как таковой в тексте для этого достаточно чтобы его имя не было идентификатором скажем она начинается надул надул дефайн ну допустим доллар о что у нас ты 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 на самом деле это да а это не вот теперь мы не можем этот макрос вызвать потому что он не распознается как таковой как мы можем это сделать мы можем посмотреть его определение сказать расскажи мне дефан вот доллар с то есть фактически прочитать значение переменной ну это вполне штатная штука мы можем сделать дам где-то можем сходить сказать расскажи мне определение да дефан от ансвер вот а можем его вызвать таки эту макро подстановку но как это сказать не путем и распознавание вызова а потом прямо как это довольно забавно для того чтобы высвать макро подстановку напрямую надо вызвать воспользоваться функцией indir вот не прямая подстановка indir вот этого самого доллар с доллар с ну конечно то не дед дир вот откуда взялся дир а от того что я ошибся написал здесь дир дед дед ну и чё ну хорошо да вот дир этот и остался диром дит у нас подставился все как у как у людей такой вот слегка странноватый способ определять такие имена в пространстве имен которые никогда не будут макро подставлены пока мы этого сами не захотим фактически это переменные обращаться к которым можно с помощью дефан вот синтаксически это очень шумная конструкция но повторяю с точки зрения приоритета это менее главная вещь чем вот вот по ссылке там имитация массивов например в м4 что важнее вы можете определять и переопределять ваши макросы не просто по ходу да вы смотрите могу написать по ходу взять и переопределить наш макрос did смысле макрос с на дед 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 и тогда у меня вот будет работа вы еще можете закладывать эти определения в стек смотрите давайте столько уберем вот это а какой же я неловкий ну опять дир написал ладно бог с ним а вот теперь главная фишка чё так повторим упражнение простите а поп дев нужно сделать если вы делаете undefine вы стираете весь степ под дед вот была моя ошибка вот этот поп дев означает вспомнить предыдущее определение этого макроса понимаете какой объем всяких хитрых контекстно определенных действий можно на основании вот этого стека макросов придумать то есть вы вошли в некоторый макрос как вы тут в примере на время на время входа в макросы и вал 2 у вас операция инкр внезапно будет означать увеличение на 2 они на 1 видите да так осталось совсем мало времени давайте я дорасскажу что хотел а ну собственно здесь две вещи надо рассказать и собственно все значит управление пространством имен макросов это вообще крышесношная штука я то есть вот дальше надо уже вчитываться в практику программирование на этом безобразие потому что потому что я пока не могу себе представить границ применимости вот этого всего вот надо только понимать что как сказано в самом конце в самом последнем абзаце документации по м4 не увлекайтесь можно на м4 написать абсолютно все это алгоритмически полный в своем розе актуально алгоритмически полная функциональность да возможно алгоритмически неполна теоретически но там чем дальше тем будет все очень очень извращено последние две вещи это манипуляция потоками вывода и собственно разговор про макро взрыв потому что это важно значит манипуляция потоками выводы выглядит следующим образом она опять-таки примитивная напоминаю что макро подстановка используется в основном в предметных областях где структура выходного поток знаков сохраняется но иногда бывает так что вам нужно эти потоки все-таки как-то перемешивать самая простая модель стоит в том что потоки пронумерованы вы можете сказать я переключаюсь на поток номер столько-то а потом все эти потоки будут смешаны в порядке их нумерации то есть как если бы у вас просто было открыто несколько файлов вы записали туда потом эти файл номер 0 за ним был выдело содержимое файл номер один за него выложу сижению фан 02 и так дальше вот возможно в действительности это именно так реализовано а возможно другие разные операционные системы под которые собраны м4 поддерживают какие-то более хитрые операции для манипуляции именно потоками чтобы сама операционка думала где хранить поток ну вот это вот выглядит примерно следующим образом только нам придется наверное писать уже программу потому что из репла это не очень хочу не очень хорошо видно так у нас пять минут осталось но мне кажется нам хватит divert минус 1 значит 9 минус 1 переключает поток выводов никуда и теперь мы можем что хотим писать divert 0 переключает поток вывода на нулевой здесь бы хорошо бы написать dnl чтобы чтобы не выводилась перевод строки выведем здесь дивну но номер нашего потока и это у нас первая строка first переключимся на скажем поток номер один 9 1 днл выведем здесь третью строку third ну и дивну выведем вначале див ну переключимся обратно на нулевой поток и выведем здесь вторую строку обратите внимание вторую третьему уже вывели но мы вывели в поток номер один он позже секонд пробуем ой какой секонд секонд да first и концерт пожалуйста где-то и где-то днл забыл где забыл днл а я не днл забыл я первую строке лишним ставим вот пожалуйста first и концерт да значит если вы хотите внезапно вставить вашу задиверченный поток прямо сюда прямо сейчас например у вас footnote не в конце главы а в конце страницы то вы делаете андиверт и в этот момент поток замешивается прямо вот в поток номер 0 обратите внимание на трюк с двертом минус 1 он переключает на несуществующий поток можно писать например все макроопределение модно писать именно в дверк минус 1 потому что там все переводы строки вообще все исчезает а макроопределение вполне себе вычисляется именно так сделано в пример примере так осталось буквально минута 2 до конца всего поэтому я не буду вам показывать как вызывать операционные команды операционные системы в том числе ради того чтобы их вызвать или в том числе чтобы поработать с клейкой то есть не просто вызвать команду операционной системы а прочитать ее стандартный вывод например как шели ну в общем вот это вот все есть смотрите документацию по м4 она вам понадобится еще вот я хотел рассказать про макро взрыв значит макро взрыв для начала покажу как это работает на практике а потом оставшиеся две минуты рассуждаем про макро взрыв где-то у нас в любом в любом из примеров которые мы тут делали есть файл конфигурят это практикум полинокс это цикл лекций полинокс вот этот файл конфигурят вот он и это в действительности штука написано м4 дать мы его посмотрим он так разметится эта штука написано м4 в этой штуке написано м4 кстати решетки в м4 тоже являются комментариями я забыл сказать в этой штук написано м4 переопределены кавычки для красоты и вместо бэктиков и ну то есть место пост апострофов и грависов кавычками являются вот эти квадратные скобочки поэтому они тут то возникают и исчезают в зависимости от прихоти писателей поэтому рекомендуется эти кавычки писать как можно более везде вот в этом примере они вообще везде после некоторых притурбаций ну нам на самом деле нужно только автокон запустить но простите мне лень я просто поискал в истории вот после некоторых придут притурбаций при запуске авторе авторе компа этот конфигуряк преобразуется с помощью м4 и из него получается вот такой файл конфигуре по простите фигуре так где же вот он файл конфигуре конфигуре тороплюсь но я думаю что мы успеем конфигуре файл конфигуре написан на шелли является генератором гуну авто конф из нашего конфигуряка то есть фактически это обработанный м4 конфигуре вот в которой я пролистал только 10 процентов 5700 строк в нем где-то даже в нем наверное среди этих 5700 строк можно найти следы исходник исходного конфигуряка вот ну вот этого да но в общем вы меня поняли у нас осталось 0 минут но вы пожалуйста все таки потратите эти 0 минут самый главный недостаток маг языков макро подстановки из-за которых их довольно долго из-за которых они довольно на долгое время оказались в загоне это понятие макро взрыва поскольку у нас по сути исходные данные одновременно являются сами себе программой мы модифицируем входной текст состоящий из знаков терминальных и нетерминальных и заменяем его на входной же текст состоящий из знаков терминальных или нетерминальных и делом это до тех пор пока не терминальные знаки не исчезнут вот это свойство превращать цикл в актуально конечную но большую как вы сейчас видели большую последовательность все тех же данных иногда влияет на эффективность решения задачи очень отрицательным способом хотя казалось бы напиши вы такую же программу не знаю на том же питоне выходных данных было бы все ровно столько же единственная разница стоит в том что мы перемешиваем управляющий управляющие логикой не терминалы с собственно входными выходными терминалами в остальном в общем данных то было бы столько же такой же точный конфигурации сгенерился но в идеале вот тем не менее эта штука называется макро взрыв в котором очень легко злоупотребить если вы программируете макрос внутри макрос внутри макрос внутри макрос внутри макрос и они все значит раз 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 подставку вот это всегда надо иметь в виду хотя по современным по современным объемам данных ну подумаешь 57000 строк вернее 5700 строк что за господи прости это же генерат важно что не в нем 5700 строка что в исходнике их существенно меньше да что в исходнике их 24 вот что важность которых больше половины это комментарии пустые строки вот но и вторая проблема и на этом я закончу это макро взрыв мозга как я это назвал в том смысле что на языке макро подстановки надо уметь особым образом думать ну и иметь в общем заточенные под все эти быктики руки но тут вы уж видели насколько они значит могут быть заточены не заточен это такой способ думать однозначно вот такие дела если есть какие-то вопросы задавайте а пока я расскажу про домашнее задание которого нет сегодня-завтра возможно все-таки завтра но я посмотрю или сегодня я про сегодня еще одна лекция я сделаю комплект несложных домашних задачек для написания м4 скриптов которые должны будут превратить там одну программу то есть один текст другой вот очень надеюсь что я сделаю больше одной чтобы можно было раздать по вариантам но значит бог его знает может быть наоборот сделаю задачку одну но такую чтобы вот пришлось чуть-чуть подумать вот в случае если будут пересечения по вариантам проверка домашних заданий в том числе будет включать себя проверку на копипаст уметь это вот вам как людям с кафедры алгоритмических языков привыкшим работать с разнообразными исходными текстами не составит труда даже если вы все одновременно решите сделать будете сдавать одно решение а модифицировать это решение так что в рамках м4 она показалась разным проверяющему лучше делать самостоятельно ну потому что это упражнение же такое причем интересное на интересную парадигму вот вопросов я смотрю не последовало время мужа свое выжали на пять минут так что всем спасибо всем до свидания в этом курсе я лекции больше не читаю вот кажется так что встретимся здесь в ютубном эфирчики возможно через год потому что у нас есть традиционная лекция по лидеративному программированию вот с чем всех и поздравляю в смысле с окончанием лекционного этого курса и до новых встреч а